То Бог ель, и яко Бог наш. Звучит песня. 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 У каждого человека свое восприятие Слова Божия. И Господь разделяет на четыре категории этих людей, которые воспринимают Слово Божию. Первую категорию Он называет эту почву, которая при дороге. Что это за почва при дороге? Это затоптанная дорога, наезженная машинами. Это грязь при дороге обычно, и туда попадает семя. Что с ним произойдет? Люди, ходящие, идут же не по дороге, а идут рядом при дороге, топчут ногами, раздавливают это семя, попирают его ногами. Ездят машины, задевая эти семена, также их придавливают. И когда прилетают птицы, они собирают эти семена и похищают их с дороги. Это происходит в сердце человека, окаменевшего, огрубевшего человека, потому что он не воспринимает в своё сердце Слово Божие. Хоть и слышит, казалось бы, Слово Божие, и разумом может осмыслить его, но не желает этого сделать, потому что не проявляет к этому интереса. Почва у него твёрдая, сердце у него чёрствое, жёсткое и не воспринимает Слово Божественной Истины. И птицы, о которых говорится в Евангелии, это суть дьявол, который прилетает или слуги его и похищают это Слово Божие из нашего сердца. Другая категория людей с почвой в сердце, такой, которая является каменистой, но есть там немножко и земли. Но что и в этой почве происходит? Когда попадает туда зерно, когда попадает туда семя, оно начинает сразу расти, прихватывается к земле и начинает расти. Но как только всходит солнце, пригревает, либо какие-то бури, ветры сильные, иссушают эту землю, которой небольшое количество на камне, и росток этот сразу вянет и не приносит никакого плода. Это вторая категория людей с такой почвой. Третья категория – это когда семя падает в почву, где сорняки. Что это такое сорняки? Это то, что происходит с нами в жизни. Когда падает семя в благоприятную, казалось бы, почву, но произрастают тернии различные и волчцы, и подавляют хорошее семя, подавляют хорошие ростки. Потому что мы знаем, что сорняки растут быстрее хорошего семени. Подавляют его, заглушают, и вскоре этот росток пропадает и не приносит плода. Четвертая категория людей – это тех, которые, казалось бы, имеют благоприятную почву, и попадает семя туда, в эту благоприятную почву, растет успешно. Хватает ему там и влаги, и солнечного тепла, и благодати Божией, которая произрастает ростки, и которая выращивает семена, и приносит плоды в 30, в 50 и в 100 крат. Что же бывает в жизни каждого из нас, об этих категориях людей? Это мы с вами сами регулируем свою почву в сердце. Чтобы получить какой-то урожай, нам необходимо возделывать сначала поле. Вспахать поле, удобрить поле, подготовить его к моменту посевной, и тогда только уже сеять это семя, которое принесет нам плоды. Трудимся ли мы над этим, чтобы наше поле было подготовлено должным образом к словам Божественной истины? Все зависит от нас самих, как мы трудимся. Либо мы живем зачерствевшие и думаем только о своем земном каком-то благе, который думаем, что это благо, и не внимаем к духовному. Не справляемся со своими страстями, похотьми и не подготавливаем должным образом эту почву. Это почва твердая, и семя это сразу же пропадает, и дьявол похищает Слово Божие. Но есть люди, которые подготавливают эту почву. Мы видим, что есть и среди молодежи сегодня особенно, есть дети, которые посещают воскресную школу, которые вырастают, которые вроде бы хватаются уже за духовную жизнь, которые хотят слышать это Слово Божие. Но когда вырастают, они теряют куда-то его. Семя это увянет. Почему? Это опять-таки об этой каменистой почве, где есть немножко земли. Но зерно это не пускает корня. И если нет этого корня, а только наружные какие-то внешние восприятия, веры, тогда это семя быстро и завянет. А все зависит, корень от чего зависит. Корень зависит, квас зависит от закваски. Какая будет закваска, такой будет и квас. И этот корень, если он есть в ребенке, зависит многое и от родителей, и от бабушек, и от дедушек, которые должны заложить этот корень веры в человеке. Корень этих традиций христианских наших, благочестивых, этих добродетелей, которыми мы должны руководствоваться в своей жизни. Все зависит от нас, как мы приготовим эту почву в наших детях и в наших внуках, для того, чтобы они могли восприять это семя Божественной истины в свои сердца. И не произойдет никогда, если будет крепкий корень, не произойдет никогда того, что завянет этот росток. Он будет возрастать и принесет хорошие плоды. Но, к сожалению, сегодня бывают моменты, когда не удается. Может, потому что сами недостаточно духовно воспитаны, чтобы дать и должное воспитание своим детям и внукам. А может, из-за того, что иногда леность все-таки где-то берет свое, и человек по лености своей мало внимания уделяет детям для их духовного образования. Бывает, что больше родителей заботятся о том, чтобы ребенок знал хорошо теории какие-то, физику, математику и другие предметы. Да, и это необходимо знать, но не нужно упускать моменты духовной жизни, потому что впоследствии это скажется, и выработается почва в сердце этого ребенка для приятия Слова Божьего. И также мы видим человека, и не одного человека, а множество людей, которые подготовили благоприятную почву, которые не поддались на жизнь других людей, которые уподобляются этим сорнякам, которые заглушают доброе семя. Потому что в сегодняшнем мире, в современном, есть очень много различных соблазнов, различных искушений, которые заглушают человека, поглощают человека. Некоторые стремятся к земным благам, некоторые стремятся обогатиться материально, некоторые стремятся, чтобы, самое главное, заботиться о своем физическом здоровье. Некоторые занимаются тем, чтобы взойти на какую-то ступень вертикали власти и думают, что в этом все заключается. Но Господь сказал, в защите прежде всего Царствие Божие, и все остальное приложится вам.